Учебный день у этих школьников начинается с утреннего фильтра. Перед входом в учреждение небольшой осмотр. Дежурные спрашивают у детей об их самочувствии. Болезненных на вид не оказалось. Домой никто не уходит. После начинаются уроки. В перемену в течение нескольких минут проходит проветривание. Школьники в это время находятся в рекреации. В классах установлены бактерицидные лампы, есть термометры и выдержки из СанПина с правилами проветривания. Если у нас в данном случае температура больше, чем минус 10, то мы, естественно, проветриваем буквально на полторы минуты. В это время я открываю окно, открываем дверь, и у нас сквозное получается проветривание. Детей в это время выводим в коридор. Каждый день осуществляется контроль за посещаемостью. Составляются списки отсутствующих. Выявляются причины, по которым эти дети не пришли на занятия. Два раза в день в школе проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Уделяется особое внимание организации питания. Столовая оборудована раковинами, на каждой лежит мыло, рядом одноразовые салфетки. В ежедневное меню входят фрукты. Не забывают школьники и соблюдать питьевой режим. На сегодняшний момент у нас в школе ситуация стабильная. Сколько сегодня нет детей с болезнью? Сегодня очень маленький процент, порядка 1-2 или 3 процента. Процент 3 сегодня, если точно. Поэтому сегодня как раз все под контролем. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области призывает родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в школы и детские сады. На текущий момент уровни заболеваемости гриппа не превышают порогового значения. На данный момент у нас отмечается прирост количества учреждений, в которых вводятся ограничительные мероприятия. Порядка 1,5 процента образовательных учреждений сейчас находятся на карантине. Напомним, при заболевании 20 процентов детей учебный процесс в школе приостанавливается. Дарья Кульбакина и Владимир Гайдай. Время новостей.